Сегодня в Брестской областной госавтоинспекции состоялось выездное судебное заседание по делу о повторном в течение года управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 30-летний брещанин не просто так называемый повторник. В 2011 году его уже лишали права управления, а также обязали выплатить немалый штраф. Денежное наказание тогда мужчина исполнил, а вот пятилетним запретом на управление решил пренебречь. Второй суд также, видимо, не возымел никакого эффекта, так как в ноябре минувшего года Берестец вновь оказался за рулем под шофе. В этот раз пьяный выезд окончился ДТП. Ранее и к административной ответственности он привлекался до уголовной ответственности и к уголовной по приговору суда. Все равно позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, тем более, что он уточнил, что и известно ему было о том, что уже вступили изменения в уголовный закон, которые ужесточают ответственность за подобные нарушения, что возможно применяться будет конфискация транспортного средства. Это тоже не остановило. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, повреждены только автомобили. Сам виновник случившегося утверждает, что он чувствовал себя уверенно за рулем и трезво оценивал ситуацию. Просто перепутал первую и заднюю передачи. Поверить в это непросто. В крови у подсудимого в тот вечер было зафиксировано более двух промилле алкоголя. И, по словам свидетелей, он с трудом вышел из автомобиля. Три месяца ареста, штраф равный 70 базовым величинам, запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами и специальная конфискация автомобиля. Приговор суда по этому делу. Мягким его не назовешь, но, по мнению многих, подобное строгое отношение к пьяным за рулем – действенная и справедливая мера, которая должна помочь делать дороги безопаснее. Большая профилактическая работа, поскольку учащиеся видят в реалии, чем это грозит, нарушение законодательства. Поэтому, естественно, я надеюсь, что наши ученики в будущем таких ошибок, конечно, допускать не будут. Это правильно сделали, потому что люди будут знать, что какое нарушение делается, чтобы они были уже осторожны и внимательны, чтобы они не употребляли спиртные напитки. С момента вступления в силу нового закона об ужесточении принимаемых мер в отношении водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде, прошло не так много времени, но первые итоги можно подвести уже сейчас. По словам сотрудников ГАИ, пьяных водителей на дорогах стало меньше. Видимо, возможная конфискация транспортного средства – хороший фактор сдерживания от необдуманных поступков. После нововведения в законодательстве ужесточения мер ответственности, можно однозначно констатировать, что люди стали меньше ездить нетрезвыми за рулем. То есть каждый месяц, по итогам каждого месяца мы констатируем о том, что задерживается и выявляется меньше нетрезвых водителей. Кто-то может сказать, ну не попадаются, не ловят. Нет, как работали, так и работаем. Даже можно смело сказать, что усилили контроль за такой категорией водителей, почему? Потому что были праздничные дни. Работали в усиленном варианте. Действительно, вы не поверите, бывали даже сутки, что в городе Бресте не могли выявить нетрезвого водителя, хотя останавливали фактически каждого второго. Выездные судебные заседания – хорошая профилактическая мера для тех, кто только готовится сесть за руль. Курсантам автошколы, которые присутствовали на суде, это может стать хорошим уроком и наглядным примером того, что помимо заветных прав уже водитель имеет и обязанности, и в первую очередь сохранение безопасности дорожного движения.